Привет, друзья! Мы с вами находимся на канале РБ Хоккей, где говорят о хоккее, только о хоккее и ни о чем, кроме хоккея. Нет, ну в самом деле не о футболе же после этих Еврокубков говорить. Сегодня у нас на повестке дня матч Локомотив-СКА. И матч этот полон печальных предчувствий. Нет, ну в самом деле только подумаешь, что у Ярославца все более или менее начинает налаживаться, как Локомотив то Амуру в Хабаровске влетит, то Трактору дома. В итоге ярославцы болтаются в непосредственной близости от зоны плей-офф Западной конференции, но никак в эту зону попасть не могут. Как только остается последний шаг, так следует провал. Что касается СКА, то у него таких провалов уже четыре подряд. И в той же самой Западной конференции он уже подобрался к середине зоны плей-офф, и все с нетерпением ждут, что же будет дальше. Как спросил в соцсетях один питерский болельщик, если Ржигу сняли за первое место, то что теперь должны сделать с Кудашовым? Я лично не хотел бы сейчас оказаться на месте тех руководителей СКА, которые сделали сборную придатком должности главного тренера своего клуба. Своего главного тренера они уволить могут, а вот что тогда делать со сборной? Вот и получается, что у нас встречаются две команды, одна из которых худо-бедно, но как-то пытается выгрести из функциональной ямы, а вторая, похоже, туда только влетает. И вполне возможно, до дна еще не долетела. С учетом того, что игра пройдет на поляне той команды, которая пытается и старается, то есть смысл на эту команду и поставить. Констатируем, весьма суровым, равным и взаимоумучивающим поединке «Локомотив» должен победить, хоть и с минимальным счетом, но зато в основное время шайб будет немного. Хорошо, что если всего пять, фанбэк по этому поводу сумасшедших ставок не обещает, но умереть с голоду не даст. Что же касается других матчей, то подписывайтесь на канал РБ Хоккей. Тут прогнозов мало не бывает. Субтитры сделал DimaTorzok